всем доброго и полезного дня меня зовут павлова юлия в тестировании я уже 9 лет за это время поработала на достаточно разных проектах это были и простые сайты визитки интернет-магазины соцсети шпионские приложения системы экспертиз в общем достаточно много очень разнопрофильных проектов и хоть они такие разные по своей сути общее у них все-таки было в каждом из этих проектов были сформулированы требования написан код проведено тестирование но наверняка это все есть в каждом проекте хотя иногда может казаться что есть не все например может казаться что нет требований но на самом деле даже если так кажется это не так они есть ведь даже у федота стрельца вспомните требования были пойди туда не знаю куда принеси то не знаю что постановка конечно так себе ведь она была вся боль наша с вами заключается в том что в наших проектах тоже такое бывает бывают такие невнятные требования стив макконнелл своей книги сколько стоит программный проект утверждает что при написании требований программный продукт закладывается порядка 30 процентов ошибок получаем плохие требования мы с вами в итоге получаем плохой некачественный продукт что может впоследствии привести к тому что наш клиент будет недоволен наш клиент может от нас уйти к кому-то другому в итоге нет клиента нет дохода нет дохода нам и зарплату будет нечем платить сотрудники разбегутся в общем из плохих требований ничего хорошего к сожалению не получается а хочется получать хорошее поэтому предлагаю ввести в жизненный цикл нашего проекта такой этап как тестирование требований и ввести его нужно как можно раньше чтобы на ранних этапах проекта уже выявить и по возможности устранить все эти ошибки в результате выгоду получат все для менеджера это позволит увеличить скорость разработки потому что будет меньше одинаковых вопросов автору меньше разных доработок переделок это позволит ему получать как можно раньше информацию которая может быть важна для принятия каких-то проектных решений и это конечно же повысит качество продукта качественный продукт легче продавать для автора требований это даст обратную связь пока он еще в контексте задачи и помнит вообще что он там написал это позволит ему получать дополнительную информацию о каких-то краевых случаях о возможных рисках ну и конечно меньше вопросов меньше времени на них для разработчика это повысит качество требований то есть будет меньше замечаний каких-то новых требований будет меньше и в ходе разработки уж тем более после нее будет меньше доработок носиться потому что когда код уже написан вносить в него правки достаточно сложно ну и конечно для нас для тестировщиков это позволит влиять на проект самом его начале это позволит уменьшить количество багов в конечном продукте да уже на этапе тестирования но это сделает наиболее понятным для нас конечный результат мы сможем лучше продумывать план тестирования составляет свою тестовую документацию для внедрения этого этапа тестирования требований жизни цикл проекта можно отсылаться к некоторым таким общим рекомендациям во первых этот этап стоит проводить до старта разработки в идеале на это время нужно заморозить работу как самой документации так и разработку кода то есть вычисляем примерно сколько нам нужно времени на то чтобы проверить требования и замораживаем процесс на этот период проверять должен не тот кто написал на самом деле это может быть не обязательно тестировщик это может делать какой-то другой аналитик разработчик менеджер который связан с этим проектом главное чтобы не автор заведение дефектов по документации ничем не отличается от заведения дефектов по готовому продукту поэтому заносим все найденные баги систему баг трекинга если вдруг нам по какой-то причине не удается использовать рекомендацию номер один надо помнить про рекомендацию номер четыре предупреждать команду всех найденных дефектах потому что в процессе разработки программисту будет проще внести изменения в код чем когда он уже завершён ну и последняя рекомендация стоит помнить о уровне детализации требований в проекте потому что от этого будет зависеть и глубина их тестирования и время необходимое на нее все же эти требования и уровня детализации бывают следующими первый уровень это бизнес требования он нам говорит какие чьи проблемы в целом решает наш продукт пользовательские требования рассказывают нам о том кто как и зачем вообще будет пользоваться нашим продуктом ну и последний уровень такой самый глобальный требования к реализации в него входят функциональные требования модульные компонентные требования подсистемам различные не функциональные требованиям все вместе это создает наш итоговый результат что же будет если какой-то из этих этапов опустить давайте посмотрим на примере есть некая организация и руководитель этой организации заметил что сотрудники стали больше времени проводить соседней кофейне нежели на работе в офисе подумал что наверное такие кофеманьяки что жить не могут без кофе и вот надо им как-то этот вопрос решить поставил кофемашину то есть обратился в соответствующую организацию сформировал требования к реализации дайте нам крутой кофе автомат чтобы много разных сортов чтобы много литров за день поставили в офисе такую крутую машинку сотрудники конечно рады что новенькая интересненько начали с этим делом играться пробовать разные сорта но интерес быстро иссяк и примерно через месяц они снова начали бегать в кофейню у босса вопрос чуть такое происходит вроде кофе я им уже поставил чего им надо еще решил что хватит уже самому догадки строить надо у них спросить чего они бегают там и в итоге оказалось что на самом деле кофе не кофе надо было а переговорку потому что в офисе нет отдельного помещения где можно собраться обсудить задачи не мешать другим коллегам а в кофейне за одним столом сели поговорили и все решили получается что изначально требования не были проработаны на пользовательском уровне то есть были требования бизнеса были требования к реализации желание пользователей не были учтены в итоге желаемый результат был не достигнут сотрудники в офисе не оставались а деньги были потрачены на совершенно как оказалось не нужную кофемашину поэтому проработка требований важна на всех уровнях и все эти уровни обязательно фиксируются в какую-либо документацию документация может быть предпроектный это разные концепции технические задания проектные решения может быть даже кита лабораторные исследования научные исследовательские испытания и прочее ну если это все подразумевает ваш проект и включает себя проектная документация это пояснительные записки к техническим заданиям и может быть даже к этому виду можно отнести например задачу таск трекере эта документация уже включает себя более подробные требования к реализации для того чтобы в последующем нам было проще модернизировать наш продукт и оказывать сопровождение эксплуатационная документация разрабатывать уже когда продукт готов и предназначена в первую очередь для конечного пользователя это могут быть различные руководства пользователя администратора какие-то инструкции но есть еще такой вид документации в общем словом прочее он не столько влияет на сам код нашего продукта сколько на наших сотрудников потому что включает в себя различные организационные распорядительные документы положение должностные инструкции в общем такие вот уже более кадровые моменты скажем так требования в разных проектах они на самом деле достаточно разные где-то это многостраничные требования большая документация все подробно описано где-то это юзер стори а где-то вообще очень минимальные краткие пояснения того что нужно сделать исходя из этих различий конечно вот отличаться и уровни тестирования но во всех этих вариантах можно опираться на определенные критерии которые применимы к любому варианту оформления требований сейчас я хочу вам рассказать о тех критериях которые считаю наиболее важными и общеприменимыми и предлагаю поучаствовать небольшом интерактивчике по каждому критерию будут примеры в которых мы с вами вместе поищем ошибки с точки зрения того или иного критерия первый критерий это полнота в этом критерии мы обращаем внимание на то что описано все что нужно для реализации достаточно часто забывают о ошибках то есть сообщение об ошибках валидации об ошибках доступа если есть у нас какая-то интеграция со сторонними сервисами как мы будем оповещать нашего пользователя о том что ошибка произошла на стороннем сервисе да и что то пошло не так такие моменты очень часто упускают в требованиях но они на самом деле очень важны поэтому обращаем внимание на их наличие вот небольшой примерчик некое модальное окно в нем какой-то набор полей для примера вот два поля взята достаточно похожих по своей сути описаны требования к символам к обязательности как вам кажется чего здесь не хватает с точки зрения полноты этого требования до ошибки валидации здесь про это ничего не сказано что еще к сожалению не слышу вас до откуда открывается окна тоже не понятно на самом деле немножко другой в другой части может быть описано задачи да да здесь на самом деле несколько нюансов нам сказано ограничение по количеству символов но ничего не сказано о типе этих символов допустимые ли какие-то спец символы может у нас вообще проект для азиатского рынка и нам нужны иероглифы вместо букв все может быть здесь никаких уточнений нет также достаточно спорно выглядит формулировка ссылки должны быть ссылками мы конечно знаем что такое ссылка но что с ними сделать здесь должны ли они как-то выделяться в тексте как они туда вставляются добавляются просто control c control b или там теги какие-то прописать надо как это все оформляется и работает непонятно из данной постановки следующий критерий однозначности все работающие с требованием должны понимать написано одинаково базовая подготовка у читателей базовый набор знаний он достаточно разный поэтому неплохо бы включить в требования некий глоссарий где будут описаны основные понятия сферы да для которой мы разрабатываем это предметные области также стоит следить за тем чтобы не было такого что одно и то же явление названо разными словами небольшой примерчик примерчик на самом деле из той же задачки взят другой отрывок задача достаточно реалистичная с одного из моих проектов что что здесь с точки зрения однозначности по вашему нарушенному отлично список или таблицы именно в этом и вопрос потому что на самом деле список и таблицы это два принципиально разных представления варианта информации следующий критерий корректность требованиями должно содержать себе не точной неверной информации с точки зрения некорректности также можно посмотреть и на нелогичность это тоже будет вариантом нарушения корректности требований например в каких-то очень сложных системах больших с разным количеством отдельных модулей могут забыть даже такой простой вещи как то что например для отправки сообщения другому пользователю обязательно нужно быть авторизованным системе такое тоже иногда упускается и опять же пример с уже знакомой нам задачки этот пример может быть не совсем очевиден но здесь есть такие некоторые момент которые из точки зрения корректности называют вопрос ну тут подтвердите отмена при удалении как бы не совсем понятно действительно идите удалить да подтвердить что удалить или закрыть или отмена это что удалить или отменить удаление да согласно с формулировками в этой задаче действительно проблемы есть их много помимо замечания по формулировке с по кнопкам подтвердить отмена также есть одно слово тексты на самом деле скорее всего это была просто опечатка автора но уточнить не повредит мало ли какие тексты он еще подразумевал и просто забыл добавить следующий критерий это непротиворечивость причем требование должно противоречить как само себе так и всем остальным требованиям в этой системе такое обычно возникает тогда когда требований много автор уже много чего написал и забыл просто уже что некий параметр он описывал раньше и начинает заново придумывать его поведение и не всегда придумывает так как было раньше примерчик здесь долго мучить не буду вопрос вызывает слово каждого потому что сначала нас просят для каждого уведомления сделать иконку а потом говорят что после отправки сообщения иконки быть не должно то есть получается что вроде как она уже не у каждого в итоге для всех или не для всех делать данную иконку не совсем понятно придется это уточнять у автора следующий критерий необходимость необходимость должна отображать требование должно отображать возможность или характеристику по которой действительно нужна нужна либо нашему пользователю либо как-то вытекает из других требований к системе требование может оказаться ненужным по нескольким причинам это может быть просто что его уже описали раньше и зачем то дублируют снова зачем непонятно либо она может быть действительно просто не нужной пользователь наш конечно не будет пользоваться данным функционалом вообще никогда и зачем нам тратить время на его реализацию вот в данном примере опять же долго мучить не буду здесь все просто здесь излишне дублирование требований если мы в первом пункте задачи уже сказали что весь раздел доступен только администратору зачем для каждой кнопки каждого действия нам уточнять что она доступна только администратору чем больше буквок написано тем сложнее нам проверить эти требования будет полноте по логичности мы просто потеряемся в огромном документе поэтому если есть возможность сократить лучше сократить также сталкивалась с таким функционалом но ты уже как пользователь сталкивалась система документа оборота достаточно серьезная система явно не для детей написанная но в ней зачем-то введен игровой момент чем больше у тебя документиков создано тем больше баллов набрано там статус и рейтинги какие-то иконочки мило забавно но вот мне как пользователю совершенно непонятно зачем было потрачено время на реализацию этого функционала видимо на этапе тестирования требований по этому функционалу никто не задался вопросом а зачем оно нам тут нужно следующий критерий осуществимость мы должны быть уверены что мы сможем вообще сделать то что обещаем заказчику данные критерии обычно все таки больше проверяют разработчики им лучше понятно что в заданных условиях можно сделать а что нельзя что реально а что нет они обычно пресекают различные хотелки типа загружать огромный отчет на кучу данных за полсекунды и прочие тонкости которые на бумаге кажутся может быть не такими уж и сложными а в реализации могут занять очень много времени был у нас такой клиент много лет тому назад который очень хотел чтобы его приложение выдерживало 100 тысяч запросов в секунду всей команде разработки было абсолютно очевидно что это невозможно а если возможно то очень дорого и для того чтобы вразумить нашего клиента объяснить что не надо такие цифры требования вносить мы провели анализ открытых данных по высоконагруженным системам нам тогда очень помог google на тот момент он выдерживал 63 тысячи примерно запросов в секунду клиент конечно понял что покупать полтора google у него денег не хватит и свои аппетиты поумерил ну и последний критерий который хочу предложить к обязательному рассмотрению это проверяемость критерий очень важен для нас с вами как для отвечающих за качество потому что именно этот критерий нам позволяет понять сможем ли мы вообще это требование в итоге проверить потому что если мы это требование проверить не можем то это требование явно плохое что-то не предусмотрено небольшой примерчик требование казалось бы простое и понятное нажали кнопку случилось действие все просто однако с точки зрения именно проверяемости нам нужно обратить внимание на слово всем пользователям и убедиться что у нас с вами действительно есть возможность получить доступ к разным аккаунтам разных пользователей проверить все ли получили данные уведомления начать же тестирование требований я побежала дальше простите кому интересно вот та задача на основе которой приводились примеры в полный ее текст представлен по ссылке и если интересно можете посмотреть там комментариями по тексту приведены все возможные вопросы до самых простых и примитивных что может быть не так что может быть понято неверно чего может не хватать в этом требовании так вот начинать проверку требований на самом деле можно с достаточно поверхностного просмотра документации беглые вычетки потому что уже на этом этапе может возникать множество вопросов к автору что будет если я нажму на вот эту кнопочку что будет если отменю вот это действие если появляется много вопросов к требованию то это требование нехорошие после прочтения документации вопросов оставаться не должно совсем если этот этап пройден успешно мы можем переходить к более глубокой проверки собственно критериев о которых было сказано выше и здесь мы можем примерять применять некоторые реальные практические приемы для проверки на полноту первое на что нам нужно посмотреть это на знакомую всем аббревиатуру крат то есть если у нас есть некий объект системе допустим возьмем пользователей да они это явление встречается почти в каждой системе мы должны понимать как эти пользователи создаются сами ли они регистрируются создает их администратор может быть импортируется с какой-то другой системы в общем как они у нас появляются имеем ли мы возможность читать данные об этих пользователях и если имеем то кто администратор и другие пользователи сам пользователь возможно только может видеть возможно ли изменять информацию об этих самых пользователях кто ее опять же может изменять сам пользователь администратор ну и что будет если мы удалим этого пользователя если его нельзя удалить наверняка его можно деактивировать что будет в этом случае как это повлияет на связанные с ним объекты также нам нужно подумать обо всех краевых случаях обо всех возможных негативных сценариях и для этого нам поможет составление сценариев использования причем желательно делать это сразу письменно чтобы наверняка ничего не упустить и не забыть потом также нам обязательно нужно проверить сложные условия если то все ли в них описаны возможные последствия и варианты развития событий и здесь нам поможет таблица решений кроме этого мы должны подумать все ли интересы учтены например мы могли забыть учесть какие-то пожелания например от техподдержки то есть мы заложили в требования варианты ошибки которые будут показаны пользователю в интерфейсе но например для того чтобы техподдержке было легче сопровождать этот продукт и выяснять причины возникновения ошибок стоит в логи заложить какие-то более детальные данные о случившемся инциденте а мы вот забыли и нет у нас логов про логи вам сегодня тоже еще расскажут ну и последнее что нужно проверить для того чтобы убедиться в полноте требования это отсылки на неопределенную информацию если в вашем требовании написано спроси об этом машу когда дело дойдет до реализации маши может не быть маша ушла в декрет на три года ждите пока вернется потом реализует для проверки на однозначность как я уже упоминала когда мы говорили про этот критерий важно чтобы был некий глоссарий какая-то терминология чтобы все одинаково понимали слова написаны да также мы должны убедиться в том что у нас нет качественных определений документации такие слова как красиво удобно быстро они не конкретным нам непонятно будет как это вообще проверить поэтому вместо красиво должны быть примеры макетов вместо быстро должны быть конкретные секунды сколько выполняются те или иные запросы чтобы выявить все эти качественные определения в нашей документации достаточно на самом деле просто воспользоваться поиском по файлу и перебрать возможные слова убедиться что они не встречаются в документе ну и также здесь смотрим на простоту изложения потому что если все написано сложным витиеватым языком то мы будем больше времени тратить на расшифровку этих ребусов чем на то чтобы поднять непосредственно суть требований того что мы должны реализовать при проверке на корректность требований нам очень было бы хорошо привлечь к проверке человека который хорошо знает предмет на область потому как ему будет более очевидно и понятно где что-то пошло не по плану не по логике не так как будут пользователи с этим работать но такая возможность есть не всегда поэтому нам помимо этого может помочь еще блок схема при ее составлении нам будет более очевидно и наглядно где есть какие-то упущенные связи недопрописанные нелогичные какие-то соединения этап проекта также мы должны убедиться что описан весь основной функционал и подробно описано взаимодействие между модулями системы при проверке на непротиворечивость требований нужно обязательно проверить нет ли такого что требование одно и то же описано в разных местах в идеале конечно стремится этого избегать чтобы в требованиях все таки было в одном месте описано одно явление но не всегда такое возможно поэтому следим за требованиями и если вдруг какие-то изменения происходят чтобы они были внесены не в одно место а во все где данное требование упоминается и также пользуемся поиском по файлу ищем союз и потому как он часто объединяет разные требования которые могут вместе в общем даже и не сочетаться и не работать поэтому мы должны их выявить и проверить что там соединялось и не стоит ли разделить это на отдельные требования для проверки на необходимость требования и наши все это юзер-стори потому что только по ним мы сможем понять будет ли это действительно использоваться насколько это хорошо и полезно будет использоваться удобно ли в общем здесь у нас вот один только такой лайфхак но очень важный и полезный для проверки на существуемые требования как я уже говорила лучше привлекать разработчика но мы со своей стороны тоже можем внести определенный вклад особенно в те моменты которые касаются интеграции со сторонними системами здесь нам нужно потому как написал наш аналитик в требованиях проверить все ли отрабатывает если у нас есть описание того допустим аппи до стороннего сервиса и как оно должно работать мы должны в ручном режиме проверить что все эти запросы отрабатывают именно так как описано проверяем что нам достаточно в этом описании информации не приходится искать ничего дополнительного чтобы выполнить запросы ну и можем конечно использовать такой хитрый ход как посмотреть как это реализовано в других проектах потому что например авторизации через госуслуги или через соцсети это сейчас очень распространенное явление и мы можем посмотреть как это сделано то есть мы будем знать к чему пользователи уже привыкли как они привыкли этим пользоваться ну и возможно встретим какие-то проблемные моменты которые сможем учесть у себя и не допустить при проверке на проверяемость требований первое что нужно сделать это разработать набор тестов это могут быть тест кейсы чек-листы даже автотесты в общем любой ваш вариант тестовых наборов здесь будет полезен и нам нужно обязательно следить за тем чтобы требования были актуальны поэтому мы следим за тем чтобы все наши договоренности в чатах устных беседах обязательно заносились в документацию чтобы это случалось не слишком поздно то есть проверяем что если мы сегодня договорились о том что у нас какие-то требования меняются что то в них нужно переделать то это должно быть переделано сегодня максимум завтра потому что если по этим требованиям кто-то начнет проводить регресс через месяцок то он явно увидит что в продукте все не так как написано в требованиях и заведет на это бак хотя на самом деле бак не в продукте была в требованиях недоработка как может быть я конечно не совсем права но мне кажется что во многих продуктах во многих проектах и командах к требованиям к документации относятся не настолько серьезно насколько хотелось бы и возможно где-то даже ведут ее просто потому что начальство сказала надо они потому что понимают какая от этого есть польза возможно проблема в том что оценить в цифрах в часах в рублях пользу от качественной документации может быть непросто и поэтому ее недооценивают но мы то с вами теперь знаем и понимаем что качественные требования на самом деле очень полезно очень нам помогут и обеспечить их качество не так уж сложно достаточно всего лишь вот несколько критериев проверить и все будет хорошо было бы вот время и желание этим заниматься в результате после этого мы с вами получим экономию времени на кучу разных вопросов на переделки уже написанного кода мы повысим качество продукта и значит можем повысить прибыль ну и конечно мы сохраним нервные клетки всей нашей команде желаю вам стать теми командами разработки для которых контроль качества документация будет не менее важен чем контроль качества готова по спасибо за внимание что ж у нас сейчас секция вопросов первый вопрос будет от меня он будет зал а поднимите руки аналитики пожалуйста просто интересно сколько вас довольно много приятно что пришли рада вас здесь видеть теперь теперь собственно вопросы к юле и насколько я понимаю будет презент за лучший вопрос так что есть мотивация у меня два вопроса вы говорили что вы тестируете по use story use case вы как-то используете от аналитиков или это не входит в документирование use case это тоже вариант документации на самом деле используется все то есть требования могут быть написаны по-разному и наша тестовая документация может быть разная в разных проектах и все это используется конечно обязательно это важно и второй вопрос наверное не помню уже какого когда вы взаимодействуете с разработчиком как проверяются граничные условия в требованиях то есть пограничные условия предположим ну математическая формула бесконечность да он там где-то логаристирует и плюс еще в каком-то алгоритме у него идет вычитание в общем выходит ошибка ну это это пограничные требования вот иногда ошибки бывают именно в этих местах и они не всегда явные но ошибки в граничных требованиях на самом деле бывают достаточно часто мне кажется этот вопрос уже больше непосредственно к тестированию готового продукта чем к тестированию требований в требованиях нам важно чтобы информация об этих границах об этих этапах ну в зависимости от того что за продукт она вообще была хоть в каком-то виде да и мы понимали что эти границы есть потому что если об этом ничего не сказано то мы не будем проверять эти граничные значения просто не ожидаем что они там могут быть то есть с точки зрения документации важно чтобы это было прописано да да от аналитика должны быть прописаны ограниченные значения а уже потом тестировщики на это делают кейсы с разными вариантами и условиями Юлия добрый день меня зовут Алексей тестировщик компании Double Tap был озвучен такой момент что не должно оставаться вопросов после прочтения документации в какой момент ты понимаешь что вопросов не возникает при прочтении документации на самом деле мне кажется не будут возникать всегда это такой идеальный утопический мир где вопросов по документации не возникает совсем потому что в ходе уже тестирования готового кажется вроде проверили требования все хорошо реализовали вопросов не возникло а на тестирование обязательно какой-нибудь кейс да вылезет который вскроет новые вопросы и подробности поэтому ну это да такой идеальный мир который не всегда реальный спасибо за доклад хотела бы уточнить вопрос проводится ли тестирование интеграционных требований я например из компании и у нас соединена система по телефону как раз таки с Науманом и если у нас изменяются требования то проверяется ли это с вашей стороны с Наумана и наоборот проводится ли вот такое тестирование интеграционных требований именно к сожалению я не работаю в том проекте с которым вы интегрированы не могу за них сказать что они тестируют но в идеале конечно интеграция она должна проверяться с обоих сторон спасибо здравствуйте спасибо за доклад Евгений Донсков компания йота аналитик скажите пожалуйста как у вас вообще выстроен бизнес-процесс валидации требований кто воспринимает участие в валидации требования изначально формируются в некоторое проектное решение которое обязательно вычитывает тимлит разработки и смотрит как раз на осуществимость и на понятность всего что написано и тимлит тестирования тоже обязательно смотрит требования в целом проектное решение когда уже доходим до более дробного деления на задачи и появляются более какие-то подробные требования с точки зрения реализации которые для заказчика расписывать необязательно тут уже подключается вся команда которая будет работать с с данным проектным решением с данным функционалом и собственно тоже добавляет свои какие-то вопросы и уже тестирует непосредственно на уровне задач требования и постановку и вы получается на каждую нестыковку заводите баг правильно понимаю? ну к сожалению у нас нет практики заводить это в task tracker но мы это обязательно фиксируем в виде комментариев непосредственно к самой документации то есть все замечания они сохраняются спасибо здравствуйте меня зовут Егор вопрос будет такой он наверное будет пересекаться с предыдущими но мы сидим в секции и интересно какие навыки должны быть у меня как у тестировщика чтобы тестировать требования потому что предметные области должны быть достаточно широкие а у меня может быть какая-то узкая специализация я в продукт еще не погружен что мне нужно изучать и как мне присоединиться к тестированию требований ну в идеале в первую очередь конечно изучить сам продукт потому что без знания продукта сложно будет понять на что может повлиять описанный функционал на какие смежные области данного продукта поэтому знание продукта наверное здесь в первую очередь важно ну и наверное пригодится в принципе понимание того как работают программы то есть если вы хотя бы может вы не не программист не знаете как глубоко код писать но понимаете в целом логику построения кода всех этих условных операторов каких-то прочих разных конструкций то вам будет проще понять все ли прописано и как это может реализовать разработчик в итоге и чего он там может забыть чего может недоучесть если этот требование не учтено в общем здесь достаточно такие вот верхнеуровневые какие-то знания больше проекта нежели каких-то технических подходов а непосредственно технические подходы ну вот постаралась что смогла привести с этой точки зрения можно понял спасибо добрый день у меня два вопроса первый вопрос по заведению баг-репортов у вас было сказано что в идеальном мире заводятся баг-репорты на постановку но это не кажется ли это излишним и когда постановка большая то не быстрее сделать рекомпиляцию замечаний а когда постановка маленькая то тем более это гораздо быстрее и выгоднее по времени ну вот возможно да с точки зрения именно заведения в систему баг-трекинга это может быть действительно излишне поэтому мы собственно перешли к системе заведения это прям по ходу документации в виде комментариев и пояснения правок прямо в ней сразу чтобы это было все-таки побыстрее но тут основной посыл в том что замечания они должны сохраниться мы должны понимать что то то что сказано на словах оно все равно забудется и половина не исправится и второй вопрос при каких-то разных видениях и конфликтах интересов допустим тестирования аналитики разрабатки у вас как они разрешаются если есть две точки зрения и никак невозможно прийти в конце ну тут на самом деле все-таки основа и основной источник требования это аналитик потому что заказчиком общается он требования заказчика собирает он и ему виднее что в общем-то хочет наш заказчик нам будет как-то сложно говорить что нет товарищ клиент сделай по-другому мы знаем как тебе лучше вот но если есть какие-то нюансы которые там допустим аналитик в проекте новый еще не совсем его знает и забыл что вот это повлияет на какой-то смежный функционал то тут конечно мы подключаемся показываем рассказываем что вот оно вот здесь обязательно зацепит и вот про этот момент не дописал тут обычно аналитики прислушиваются и каких-то конфликтных ситуаций у нас не возникает